В отличие от матча, который мы провели со Слованом, конечно, мы держали игру уже под контролем, начиная с первых секунд и заканчивая последними. Да, не удалось забить, были у нас шансы. Я бы отметил игру Маркова Николая, который очень опасно играл возле ворот соперника и имел очень много моментов. Все-таки это была первая игра за нашу команду в этом году. А также, конечно же, хочу поздравить всю команду и клуб, что мы в групповом раунде будем играть в Лиге Европы. Вы сказали, что не могло забить уже вторую игру в игре с Мордовией. Было очень много моментов сегодня, было много моментов. В чем проблема, советую, да? В отличие от Мордовии, мы достаточно нанесли удар в створ в ворот. Да, очень удачно играл вратарь Хика. В первую очередь я связываюсь с этим. Ваше мнение о команде Хик сегодня, как вы сравните ее с той игрой, которая была в Краснодаре? Команда играла очень дисциплинированно сегодня. И нам было непросто играть в атаки. Что касается игры в Хика непосредственно в атакующих действиях, то у них были несколько удачных моментов, где наш вратарь сыграл хорошо. Но и, конечно же, мне очень нравится Хик, как играет в контроле мяча, и как команда переходит сразу же в прессинг. Понятно, что еще об Эдебране говорит, но какие бы команды хотели увидеть соперников? В первой корзине могут быть такие сильные нормы в России. Хотели бы встретиться? В прошлом году у нас была очень сильная группа, где были такие команды, как Эвертон, Вольсбург, Лиль. Конечно, хотелось бы, чтобы в этом году у нас жребий был благосклонен к нам. Так как в прошлом году у нас было, можно сказать, ознакомление с Лигой Европы в группе, то сейчас нам хочется больше, мы хотим выйти из группы и продолжать борьбу дальше за победу в Лиге Европы. Вы увидели в команде Хик каких-нибудь игроков, которые могли бы хорошо сыграть в Российской Лиге? Да, да, мы увидели. Это, в принципе, те игроки, которые играют в атаке у Хика и, в частности, номер 22. Что касается домашней игры, то мне понравился левый защитник, Ба. Краснодар – очень сильная команда. Мы знали, против кого выходим. И они заслужили сыграть с нами так, как они сыграли. Пройти в следующий раунд Лиги Европы. Могу только их поздравить. Они гораздо лучшая команда, чем мы. И они показали это по двум играм, которые мы сыграли. Тем не менее, могу сказать, что во второй встрече из двух наша команда тоже значительно улучшилась и выглядела значительно лучше, чем в первой. У нас два-три дня назад было повышенное внимание к этой встрече сегодня. Нам было тяжело. Все обращали внимание на нас, как мы готовимся. Тем не менее, мы готовились к этой игре хорошо. Хорошо сыграли, я считаю. И даже в конце игры, когда много игроков было на поле уставших, они продолжали бороться, продолжали идти в атаку. И даже последние 15 минут мы тоже создавали голевые моменты. К сожалению, подвела реализация. Если бы мы хотя бы один гол забили, мы бы выиграли в этой игре. И все-таки мы один гол даже забили. Я не совсем понимаю, почему он был отменен. Там все вроде мы смотрели, повтор был, все вроде по правилам. Кроме этого гола были еще, отмененного были у нас еще моменты. Мы просто не забивали. Несмотря на то, что у нас задача сегодня была очень трудная с тем результатом, на который мы выходили сегодня, мы показали хороший футбол, тем не менее. И надеюсь, что уже в ближайшую игру, которая у нас будет в воскресенье, мы продолжим показывать хороший футбол.